Господи Боже мой, на Тяу-побах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в четверг, в День памяти апостола и евангелиста Луки, за богослужением читаются два отрывка из написанного им Евангелия. В память о святом – глава 10, стихи с 16 по 21. И рядовое чтение – глава 9, стихи с 49 по 56. Послушаем это рядовое евангельское зачало в прочтении Отца Александра. И жебонес на вы по вас есть. Быть же, егда сканчивахуся дни восхождению его, и той утверди лице свое идти во Иерусалим. И пословесники пред лицем своим, и исшедши в недоше весь Самарянску, якода уготовят ему. И неприяше его, яколице его бегряды во Иерусалим. Видевше же ученика его Иаков и Иоанна Реста, Господи, хочешь ли речема да огонь снидят с небесе, и потребит их, якоже и Илья сотвори. Ображься же, запрети има и рече. Невеста коего духа и ставы, сын бочеловеческий, не приди душ человеческих погубить, но спасти. И Идоша во ину весь Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время подошел к Иисусу один из учеников его и сказал ему, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. И Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим, и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Служение Христа подходило к концу. И когда приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Прямой путь из Галилеи в Иерусалим лежал через Самарию. Но большинство иудеев избегало его по причине существования вековой вражды между иудеями и самарянами, которые делали все возможное, чтобы помешать паломникам, пытавшимся пройти через их землю. «Желая подготовить самарян к своему прибытию, Господь послал вестников пред лицем своим, чтобы они приготовили для него и сопровождавших его апостолов помещение для ночлега или дневного отдыха». Блаженный Феофилакт поясняет. «Хотя он знал, что самаряне не примут его, однако ж послал вестников, чтобы отнять у самарян всякое извинение, чтобы впоследствии они не могли сказать, что мы приняли бы его, если бы он послал кого-нибудь перед собой. Он поступил так вместе и для пользы учеников своих, а именно, чтобы они, когда увидят его на кресте в оскорблении, не соблазнились, но из настоящего случая научились, что как теперь он незлобиво перенес презрение от самарян и даже самим ученикам воспретил возбуждать в нем гнев на обидчиков, так и тогда терпит распятие не потому, что он бессилен, а потому, что долготерпелив. Но самаряне не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя неприятие Господа самарянами и получи еще несовершенными, ученики Спасителя сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но на гневное заявление сынов Зеведеевых, желавших низвести огонь на неразумных самарян, подобно пророку Ильи, наказавшему посланных к нему от царя Ахозии, Господь отвечает, «Не знаете, какого вы духа?» Этими словами Спаситель учит их тому, что его закон выше жизни или иной, запрещает им и отводит их от такого образа мысли, а, напротив, научает переносить обиды скротостью. Господь собственным примером научает апостолов быть незлобивыми. Александр Павлович Лопухин пишет, «На гневное заявление сынов Зеведеевых, которых сам Господь назвал сынами грома, желавших, подобно Ильи пророку, низвести огонь на неразумных самарян, Господь отвечает, что они не понимают, очевидно, что, как ученики Христа, живут уже в Новом Завете, а не в Ветхом, как Илья. Они не должны прибегать к тем суровым мерам вразумления, каким прибегали пророки Ветхого Завета. Илья также имел в себе Духа Божия, но тот Дух был иной, иначе проявлявший себя, чем Дух, под действием которого находятся ученики Христа». Христос дал апостолам власть совершать чудеса, и они, несомненно, совершали их. Потому что только испытавшие силу своего слова могли так уверенно сказать, что по их слову сойдет огонь с неба. Но в этом случае братья Яков и Иван забыли, что сила эта дана им для того, чтобы делать добро, а не зло. И что их учитель заповедал им прощать обидчиков, а не мстить им. И ученики его должны быть проникнуты тем же Духом Любви и Всепрощения. Святитель Лука Крымский замечает, «Не знаете, какого вы Духа, не знаете, что Дух Христианский должен быть Духом Любви ко всем, Дух объединения, а не разделение между людьми, а соединить может только Святая Любовь». Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что сама суть христианской жизни заключается в том, чтобы, как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжать Дух Мирин, который поможет нам внимательно и терпеливо относиться к нашим ближним, проявляя подлинную любовь и смирение. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok